Ваня, Ваня, молодец, Лёха! Ой, ещё раз, Ванечка, так подзорный, давай! Вот так душой болеет за своих подопечных Ольга Рябинина. Её Центр спортивного, социального и культурного развития «Импульс» реализует проект «Мяч надежды», который позволяет через игру вернуться в общество людям без определенного места жительства. Они, конечно, сегодня ещё не встанут в профессиональную, так сказать, команду, но они уже проявили интерес к спорту, к здоровому образу жизни, ну и к общению с людьми совсем в другом социуме. Представители другого социума – сотрудники Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия. Откликнулись на предложение принять участие в реабилитации людей со статусом «бомж». Самое главное, мы не испугались в первую очередь, самое главное, нашли подход. То есть играем, самое главное, чтобы ребятам в первую очередь было интересно, заинтересованы они были. Вот, то есть мы, получается, как бы дружно с ними играем, и всё. Самое главное – все на позитиве, их всё устраивает. На позитиве и болельщики, которых с каждым разом становится больше. По словам организаторов проекта, тренировки проходят по два часа, три раза в неделю. И это время люди без крова находятся в тепле, могут получить медицинскую консультацию и съесть горячий обед. Всё это очень мотивирует. «Грандиозные планы каких-то строю. Хочу стать вратарём, хочу научиться ловить мяч, хочу научиться. Такие у меня планы». Проект реализуется с лета. Основной состав команды сегодня насчитывает 15 человек. В рамках реализации президентского гранта начинающим футболистам закупили форму. Результаты радуют и подопечных, и организаторов. «Сегодня мы решили выйти уже на большую, так сказать, сцену. И, как видите, первая половина игры. 8-4. Это же удача!» Итоговый счёт игры составил 14-7. Мяч «Надежды» уступил соперникам. А следующая игра состоится уже в эти выходные. С командой «Сибура» в спорткомплексе «Иртыш». Юлия Савиных, Рустам Рузеев. Тобольское время.